Мне приснился сон, и во сне я понимала, что я получила слово пророческое, и мне нужно срочно его передать. Но передать его надо так, чтобы Бог слышит, потому что мы много всего слышим. Часто бывает слишком много слов, и в этом мы деляем их смысл. И в то же время я понимала, что мне надо это слово передать как-то так, чтобы объяснено было, потому что это очень важно. Во сне такая ситуация, как будто мы собрались, вроде как вот не сейчас. То есть тоже я переживаю, что это какая-то группа. И я начинала рассказывать это слово. Начинаю, подготавливаю какие-то вещи, какие-то детали говорю, а столько помех, как будто внимание постоянно куда-то уводится. Есть духовное препятствие, которое отвлекает людей, какие-то посторонние люди, какие-то дети, которые тут причатно бегают, и за ними мамочки. То есть я понимаю, что я никак не могу сосредоточить людей на слове. Есть война против этого слова. Последняя часть сна, я вижу, что уже многие разошлись, и осталась буквально группка, может человек восемь, большая. Они уже стоят, как будем уходить. И у меня опять поднимается, что это настолько важно, мне надо это слово сказать. И я говорю, ребята, у меня есть что-то очень жирное. Это же это слово использовано, что это очень жирное, и вы надо услышать. И вот я говорю это слово. Слово такое, что начинается урожай семени, посеянного в харизматическом пробуждении. Каждое семя, которое было посеяно, провозглашения, заявления, веры и так дальше, которые выглядели, как будто они не осуществились, на самом деле, они были посеяны в землю. И сейчас приходит время, чудес, знамений, процветания. Я понимаю, что в духе у меня во сне, это срочность момента, срочность. И когда я это рассказываю, вдруг у меня перед глазами я вижу суперкар, машины. Суперкар – это машины, которые в заездах участвуют именно на скорость. И она, наставьте, она и я слышу фразу – это скорость будущего пробуждения, и это звук будущего пробуждения. То есть, это вот сон. Мы долго шли через древнюю подготовку. Пустыня это, или это испытание, или что угодно. Года, десятилетия. Все это только для того, чтобы приготовить нас к хождению в этой славе, в этой власти. Только для этой цели. И мы сейчас на пороге, а по сути, мы уже в движении, потому что в свое время пожнем, если не ослабеем. В другом месте писания сказано, что готовится венец жизни тем, кто перенес испытание. Это венец жизни, не вечной жизни, которая когда-то. А тут говорится конкретно о награде для тех, кто прошел испытание. Но тут как бы не просто речь о награде, а речь о жатве. И еще на днях тоже мы молились. У меня было очень мощное переживание. Бог говорит, зовите помощника. Знаете, когда сеется семя, помощники не нужны. Ты сам можешь справиться. А вот когда начинается жатва, страдающую называют, потому что отдыхать некогда, сваливается такая нагрузка. И он говорит, молитесь о делателе, молитесь о помощниках. И я поняла, что это касается и финансовой сферы, но это касается и страдающей сферы. И мы тогда начали вызывать помощников, потому что это очень было похоже на то, что Иисус, когда Он говорит, закиньте с другой стороны воды. Нет. Ну как бы выглядит так, но нету ничего. Нам и сети, собственно, дополнительные не нужны. А вот уже когда улов появляется в сети, вот тогда ты начинаешь понимать, что и руки нужны, и сети нужны, и все что угодно. И, конечно, это то, что делает слава. Ну, то есть не смотрите на обстоятельства, как они будут, а как это, а как это. Да очень просто. Когда слава прорывается, сложное становится легким, и невозможное становится возможным. Потому что это вообще не о наших человеческих способностях, это о славе Божьей силе. И я подумала, что будет хорошо, чтобы мы вместе увидели, буквально, мы находимся в этом мире и оглядели, что же в нем происходит. Что на самом деле уже происходит. Субтитры создавал DimaTorzok